Приветствую вас! Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Значит, я живу с мужем и его детьми от первого брака. Тут анонимно, здесь очень интересный момент, если дети у вас. То есть, с учетом всего вышесказанного вами, да, ну вот, как бы, с учетом того, что вы сказали, с учетом того, что вы о себе рассказали, что вы спокойны, что вы любите тишину, комфорт. А, как бы, своих детей у вас нет, и судя по всему, да, как бы воспитывать их вы каким-то таким желанием, я так понимаю, не горите. Ну вот, то есть, ну не горите идей, заводите своих детей с этим, по всему, да, возможно, именно по той простой причине, что вы любите тишину в спокойствии, а дети там были в переходном возрасте, вот, ну, как вот у вас... Ваш сын, скажем так, да, приемный, вот, как вот он себя ведет, это никак, никак не может быть спокойствием, да, никак не может быть источником тишины подросток, вот. Поэтому, поэтому здесь, конечно, история, она такая, что, ну, я бы сказал, что вам надо вот как-то для себя определиться, если вы готовы к тому, что вообще вот у вас дети проживают, насколько осознанно было вашим решением, ваше решение, насколько обоснованным было ваше решение, значит, садись с мужчиной, у которого есть твой детей, да. Вот. Дальше, значит, он гиперактивный, вырос без мамы, так как муж воспитывал его один, очень обидчивый. Здесь непонятно. Он гиперактивный, вырос без мамы, так как муж воспитывал его один, очень обидчивый. То есть вы имеете в виду, что муж воспитывал его один, потому что без мамы, что вовсе логично. Или он обидчивый, потому что муж его воспитывал один. Если первое, то это не имеет смысла, поэтому я думаю второе. Но если второе, то, на мой взгляд, это странно, потому что муж должен был бы, по идее, воспитывать своего сына, ну, в такой, я бы сказал, строгой, жесткой позиции, мужской. То есть получается, что мужчина его баловал, как вы дальше пишете. Если мужчина его баловал, то, возможно, он перед ним чувствует вину, мужчина. Ваш муж и отец ребенка чувствуют вину. И в итоге мы имеем дело с ребенком, значит, ну, который согнулся напрямую вот как раз с этим самым чувством вины. То есть он чувствует вину отца, принимает ее на себя, то есть думаете, это он виноват в том, что отец чувствует вину и, соответственно, уже реагирует определенным образом. Плюс, конечно, вот эта вот позиция, что тебе можно то или иное, да, то или иное, только в том случае, если ты виноват. То есть если, ну, если ты чувствуешь вину. Вот. Как бы эта вот позиция очень скверная, я бы сказал. В последние пару месяцев сын включает музыку на большую громкость и это очень мешает. Так как мы живем в маленькой квартире и у сына пока нет собственной комнаты, он за старшим братом постоянно находится в зале. И в нас ждет в мужем комнату любые звуки очень слышны, особенно громкая музыка. Я, конечно, не могу судить о том, как у вас распределение площади происходит. Ваша прелегатива, безусловно. Но почему большая комната принадлежит детям, а маленькая вам предпредельно быть наоборот? Хотя, в принципе, я думаю, тут разницы особо нет, но тем не менее. Тем не менее. Дальше. Так. Сегодня была такая ситуация, мне на нервы подействовала, очень подействовала эта громкость. Несколько раз попросила сделать тиши. Но эта тиши была практически такой же, как и до этого. То есть подросток вас не уважает. Вы не говорите на языке подростка. Вы для него не авторитет. Он воспринимает вас исключительно как какого-то взрослого родителя, да. Женщину своего отца. Женщину своего отца. Но никак не кого-то, кого можно уважать. Так вот себя поставили. Вы не говорите на языке. Вы не слышите ребенка. Вы не разговариваете. И он не чувствует, что может вам доверять. То есть это вот. Такая вот история. Не очень приятная, я согласился, но тем не менее история такая. Ну, собственно, собственно. Возникает в таком случае логичный вопрос, на мой взгляд. А почему же вы не поставили себя с детьми, чтобы они вас освобожали? То есть для подростков, в принципе, нет разделения по гендерному признаку взрослых фигур. И вы с точки зрения подростков поступаете очень негативно, обращаясь к мужу. Судя по тому, что подростки, которые я играл таким образом, что обиделся, выключил вообще, но явные проблемы. С общением. Между собой и... Ну, например, между собой и отцом. Между собой и вами. То есть между родителями. Тут, наверное, нужно разбирать, как вы разговариваете. Как вы разговариваете? О чем вы разговариваете? Разговариваете? Вот. Разговариваете ли вы вообще? Вот. То есть тут... Вот. Такая история. Такой момент. Ну, я, если честно, думаю, почему-то, я почему-то думаю, что вы не разговариваете особо. Друг другом. Вот. Почему-то мне так кажется, что нет у вас разговоров. Прям таких вот... Хороших. Ну, чтобы, знаете, вот... По душам... Были разговоры. Вот. Это, конечно, серьезная проблема. Если это действительно так. Вот. Ну, хорошая новость заключается в том, что... Это... Это... Корректируется. Хороших новостей заключается в том, что это... Исправляется путем освоения... Навыков... Общения... А... С ребен... То есть, именно с ребенком, вам нужно учиться общаться. Вот. Для этого придется... Да. Для этого придется его... Понимать. Для этого придется учиться его понимать. Безусловно. Потому что... Ну, да. По-другому... Вряд ли... Получится. Это... Работа... Это... Как бы вот... Ну... Требует... Требует от вас... Потребует от вас... Некоторых... Усилий. Это потребует от вас... Некоторых... Пересперемен... Вот... В поведении... Своем... Но... Зато... Вы смотрите... Освоить... Общение... Со своим... Эээ... Приемным сыном... Если уж... Надо... Что пошло... Вот... То есть... Тут... Ммм... Вот... Так... Такой момент... Дальше... Значит... Так... Я сказал вам, что мне музыка мешает. И мы вдвоем попросили сына сделать вещи. А... То есть вы способны воздействовать на мальчика только... Эээ... Так сказать... В совокупности с мужчиной, да? То есть... В совокупности с мужем. Сами нет. Ну что здесь? Здесь... Вот... Побольше разговаривать с сыном. Побольше с ним... Взаимодействовать. Побольше с ним общаться на простые темы. Побольше у него... Эээ... Что-то спрашивать. Вот... Побольше его обнимать, целовать. Чтобы он вас... Эээ... Значит... Значит... Чувствовал... Что вы... Ну... Чувствовала какую-то поддержку. Вот... Побольше... Помогать ему... Отделять его интересы. То есть... Возможно... Иметь смысл... Расспросить его об этой музыке. Что там... И так далее. Да? То есть это вот... Такая... Интеграция... Эээ... В личный мир. В личный мир мальчика. Ну... На мой взгляд... На мой... На мой взгляд... Это вот то, что... Эээ... Вам нужно сделать. Это то, что вам необходимо сделать. Я бы... Я бы... Я даже так бы сказал. А... Так получается, видите, что... Сын... Вот... Неналаженное общение. Причем с отцом тоже. И вот. Ээ... Чуть позже мы втроём поговорили. Я сказал... Сын, стын, чтобы он не обязался. И просто понял, что он дома не один. Живёт. И надо уважать всех. Ээ... Слушайте. Ну... Подобного рода разговоры, они... Слабые, если честно. Детят. Потому что... Что значит надо. Вот. Вот. Что значит надо. Эээ... Ну... Эээ... Хочет уважать. Уважает. Не хочет уважать. Не надо. А вот какая ему мотивация? Мотивация уважать. Наслед. Всегда-всегда. Сейчас вот вы. Ну... Вы... Себя никак, к примеру, не ставите. Чтобы вас уважать. И... Вот. Вопрос возника... Вопрос возникает. Вопрос возникает. И зачем? Вопрос... ЗА... Чем? Смотрите. Сказывая штука. То есть это вот... Да. Это... Не очень здорово. Да. Да, это неприятно очень. Я с вами здесь согласен, полностью согласен, что это нехорошо, что это не здорово. Ну так вот, нужно наладить общение с ребенком. Знаете, это ребенок, у которого не было мамы, тем более. Вот. Далее, как вы думаете, собственно, почему он, вот он, начал включать музыку? То есть, ну, вот почему он начал ее включать? То есть, что, ну, что изменилось? Что произошло с таком, что он, что вот его приматировало включать громкую музыку? То есть, ощущение, что он пытается что-то заглушить, заглушить. Ощущение, что вот он, ну, насколько это все, насколько это безобидно, эта история. Вы себе как-то вот отсчет в этом отдаете или нет? На мой взгляд, это очень важный момент. Дальше, вот вы говорите, что мы втроем поговорили, я сказал всем, чтобы не обиделался. Как участвовать, так и разговаривать втроем. Дальше. Мышь его очень любит, боится обидеть. Меня тоже очень любит, я вижу, что он хочет и мне угодить, и сын. А вот с мужем вам нужно точно поговорить, сказать, что угодить как бы всем нельзя, вот, что, как бы ему нужно учиться взаимодействовать со своим ребенком, избавиться от чувства вины, вот, потом боится его обидеть из-за чувства вины и вины. Либо страх какой-то, да, уже будет себя более свободно, более, ну, более естественно вести, вот, что и на ребенка, еще раз повторю. Окажет самое благоприятное нас действие. Если мышь не хочет, то есть не может избавиться от чувства, да, то обращается к психологу, да, мы поможем ему. Но это, должно быть, уже его обращение, не ваше. Так, я сама по себе человеку очень спокойно, люблю тишину и спокойствие. Нет, 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 нет. Простите, но нет. Спокойствие, то, что вы любите спокойствие, ни в коем случае, никак не может означать, того факта, что вы сами по себе спокойствие. Вот. Вот. Никак. Совершенно. То есть, тут вот такая история. Тут такой момент. то есть, вы не путайте, пожалуйста, да, вот, спокойствие, да, не путайте, пожалуйста, спокойствие и, соответственно, ну, себя, как спокойного человека. Это две разные стороны. Дальше. Значит, а вы пишите, что вам действуют на нервы. Вам действуют на нервы, да, вот то, что громкая музыка. Это никак не спокойствие. Знакомому человеку не действует на нервы, как раз таки, да. То есть, одно дело, вы не можете позвонить, что в целом, ну, вполне себе, вполне себе понятно. То есть, понятно, что вы не можете позвонить, понятно, что у вас это не получается, понятно, что музыка заглушает фуки в телефоне и так далее. Это понятно. Это понятно. Но, что то, что вам музыка действует на нервы, вот, это никак не показатель того, что вы спокойный человек. Как не показатель этого и то, что вы, как вот вы говорите, любите спокойствие. Это напоминает, скорее, бег. Вот это напоминает, скорее, бег. От, ну, от проблем, может быть. От внешних, внешних раздражителей, допустим. То есть, опять же, я здесь не берусь утверждать на 100%, я не беру утверждать на 100%, но вполне может быть. Дальше, не выдерживая уже каждый день эту музыку. Ну, это вот, это вот, это вот, это вот, с одной стороны, это ваше неспокойствие, неспокойствие, вот. А с другой стороны, это вы себя не поставили, вы себя не поставили адекватно с мальчиком. К сожалению, к сожалению, вы не поставили адекватно. Вот. Ну, это можно, как бы, это всё можно подкорректировать ещё. Если, если работать, активно изучать вот тут, ну, активно изучать навыки такого, такого бесконфликтного общения с ребёнком, да, то есть, ну, адекватного, адекватного общения с ребёнком. Вот. Если вам это интересно, то, соответственно, навыки можно получить в работе с психологом. Вот. Но ещё раз повторюсь, сейчас отец транслирует на ребёнка своё чувство вины за что-то. Он боится его обидеть. Либо у него там гиперобега, либо что-то ещё. Короче. Ну, он ему транслирует крайне деструктивно. Вот. И это вот, сразу-таки, очень плохо сказывается на человека. Маленько. Маленько. Вот. Так что здесь, если ничего не изменит отец, то вы одна, мало что способны изменить, да, то есть, будем, ну, будем честны, да, давайте честно, всё-таки. Ситуация одна тут. Вот. Дальше. Вы спрашиваете, значит, так, реально невозможно, чтобы подготовиться на чём-то и дальше по телефону по кухне проговорить. Ну, вот это уже нарушение личной границы. А я не знаю, что дальше делать, чтобы всё ругаться не хочу и понимаю, что дальше всё останется так, как и было, а при этом планируем только через годика-полтора. Да. А то же тёпко, что вы считаете, что всё останется так, как и было, потому что такая пораженческая позиция, пораженческий настрой, он никому хорошего ничего ещё не нёс, ну, не приносил. Вот. Вот. Вы можете изменить, вы можете изменить всё, без малого. Вот. Ну, для этого нужно от вас это желание. Для вас, для вас нужно желание и потребность. Всё, 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 извините. А так это вполне возможно. Так что, я бы рекомендовал вам бросать вот эти вот пораженческие взгляды, да, и активно браться за дело. Ну, для начала, почитайте книгу Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Обчаться с ребенком как». Вот. Вот. В этом, кажется, виновата вот. Вот. Отсюда это почитать. Тоже. Тоже. Эту. Книжку. Книжку. Ну, а после, всё. Смотрите. Как. Пойду. Дела. Ваши. То есть, тогда в зависимости от какой-то вот отредности своей. Ну, вот. Эм. Понятно. О чём идёт? О чём идёт речь? Я надеюсь. Эм. Значит, вот так. Примерно. Можно ответить. Ага. Вам на ваши вопросы, которые вы задаёте. Эм. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что. Эм. Значит. Вы извлечёте. Извлечёте для себя. Для себя. Эм. Насходимые выводы. Вот. Ну, я желаю вам. Эм. Всего самого доброго. Эм. Вот. Если у вас остаются какие-то дополнительные вопросы, обращайтесь. Эм. Обращайтесь. Эм. Обращайтесь в личку. Тоже помогу. Вот. Ну, и своему мужу тоже рекомендуйте обращаться сюда на сайт. Потому что хотя бы ему психологическая помощь тоже нужна. Нужна. Эм. Всего вам. Самого доброго. И удачи.